Добрый день, дамы и господа! Наступила зима, 2021 год, на носу уже 22 год, и мы сегодня сделаем полнейший обзор обогревателей НОБА. Мы продаем обогреватели НОБА с 1998 года. Мы одни из первых начали продавать их на российском рынке, и на текущий момент мы являемся одним из лидирующими и ключевыми партнерами по обогревателям НОБА. Мы осуществляем полный спектр продаж и гарантийного обслуживания данных обогревателей. И для начала я бы хотел рассказать историю компании НОБА, о которой большинство, я думаю, 98% людей не знает вообще. Компания НОБА была основана 1 апреля 1918 года в городе Тронхейм, Норвегия. И компания тогда называлась Норск Боттефабрик, норвежская фабрика по производству ведер. И как нетрудно догадаться, первой продукцией компании были обычные металлические ведра. Но парням было тяжело производить свои ведра, и им нужно было думать и придумать что-то еще, что можно производить на их фабриках. И они придумали и стали производить не только ведра, но и различные изделия из металла. Такие как стиральные машины, ванны, ящики для угля, мусорные баки. В общем, там, где они могли использовать свое производство, они максимально пытались его использовать по полной программе. А спустя 9 лет, в 1927 году, они уже начали делать свои первые радиаторы. Обычные металлические радиаторы. После того, как компания больше перепрофилировалась на радиаторы, в 1940 году они поменяли свое название на НОБА Фабрикер. То есть фабрика НОБА, грубо говоря. Но были и тяжелые моменты на пути компании НОБА. И в день Святой Троицы, 4 июня 1949 года, компания сильно пострадала от пожара. Но уже два года спустя компания построила огромный завод, который составлял 11,5 тысяч метров квадратных, и начало производство новых продуктов. Таких как выхлопные системы, радиаторы охлаждения для трансформаторов, контейнеры для ракет и простые алюминиевые ящики для писем. Почтовые ящики. И только лишь в 60-х годах компания перепрофилировалась на производство электрических компонентов, электрических обогревателей и аксессуаров к ним. Чем они и занимаются по сей день. То есть можно считать, что компания начала производство подобных обогревателей где-то в 60-х годах. В 1972 году компания расширилась за счет приобретения нового завода, находящегося в Ствердолхалсене, и стала еще больше производить электрических обогревателей. То есть они уже в 1972 году сделали полностью уклон на электрообогрев на те панели, которые мы видим сейчас. Но в 1992 году произошла еще одна темная полоса в истории компании Ноба. Компания Ноба обанкротилась. Но тот завод, который они купили до этого в 1972 году, в Ствердолхалсене, остался работать. А именно он и производил вот эти замечательные электрические конвекторы и аксессуары к ним. Поэтому компания Ноба воспряла из пепла и продолжала производить свои продукты. А ведра ушли в потусторонний мир. После этого компания просто назвали Ноба Электро АЭС, как они назывались долгое время. Впоследствии 1 января 2003 года, уже ближе к нашим событиям, компанию Ноба купила огромная ирландская корпорация Глент Димплекс. Но на этом изменения по объединениям и присоединениям различных корпораций не закончились. И уже 1 апреля 2007 года компания Ноба Электро АЭС и компания Симмонс Электрикал Хитинг, то есть подразделение Симмонса, занимающиеся обогревом, объединились. И была образована одна корпорация, которая называлась Глент Димплекс Нордик АЭС. АЭС это как у нас ООО. То есть Глент Димплекс Нордик. Вот такое длинное название и носит сейчас компания Ноба. Ноба это один из его брендов просто. И это была 100% норвежская компания. В 19-20 году производство обогревателей Ноба было по политическим соображениям переведено из Норвегии в Ирландию. Теперь все обогреватели Ноба собираются в Ирландии. В Норвегии остался лишь исследовательский центр, в котором трудятся инженеры и какое-то руководство. Все производство сосредоточено в Ирландии. Сегодня у нас на обзоре обогреватель Ноба стандартной серии Viking в Норвегии и в прочих странах серии Front. Потому что фронтальный выброс тепла. У нас в России называется серия Viking. Обогреватель 40 см в высоту, а по мощности длина бывает уже разная. И давайте начнем знакомство с Ноба с преимуществ, которые сама компания заявляет о себе. Во-первых, это норвежский дизайн, соответствует всем экологическим требованиям, точный термостат, защита и безопасность для всех, то есть он безопасен как для людей, так и для ваших домов, экономичное отопление, то есть позволяет нам сохранить наши деньги, защита от брызг, защита от перегрева, опционально можно поставить на ножки с колесиками. И основной акцент компания Ноба делает на свой тихий электронный точный термостат. Этот конвектор не щелкает и никаких звуков не издает, то есть вы его вообще не слышите. Ну что, открываем и смотрим. Вот так выглядит обогреватель серии Viking. Это стандартная панель с фронтальным выбросом тепла и с электронным термостатом, выполненным в форме ползунка. Чуть попозже я вам покажу его. Серии Viking бывает высотой 40 см, как данный экземпляр, и 20 см, в два раза ниже. Это отображено в маркировке NFK и дальше 4 см, это высота 40 см, 2 см, это высота 20 см. Сейчас мы будем делать обзор на NFK 4, то есть 40-й обогреватель. Также от мощности у них и возрастает длина. Длина обогревателей Ноба начинается от 500 мм и заканчивая 1,3 м, это 2-х киловаттная модель. Все обогреватели нового поколения Ноба оснащены вот такой вот закругленной панелью. То есть вот эти края зализаны, они более закругленные, нет острых граней. И имеют три жалюзи, откуда выходит горячий воздух. Иногда нас спрашивают, бывают ли подделки на обогреватель Ноба. Отвечу сразу, чтобы было всем понятно. Подделок на обогреватель Ноба не существует. Если вы купили обогреватель Ноба в России, он всегда будет официально привезенным в Россию. Многие спросят, почему? Да потому, что невыгодно подделать Ноба. Если бы кто-то мог подделать Ноба, они бы могли выпускать столь великолепные обогреватели сами и назвать их по-другому. Но, к сожалению, ни один другой производитель не может сделать такие качественные обогреватели, как Ноба. Поэтому Ноба вне конкуренции. С задней стороны обогреватель выглядит следующим образом. Шнур питания. От модели к модели он имеет разную длину. Чем мощнее обогреватель, тем шнур длиннее. В стандартном оснащении Ноба комплектуются настерными кронштейнами. Которые вы сначала крепите к стене, а потом уже навешиваете на них панель. С монтажом такого кронштейна справится даже простая домохозяйка. Помимо этого, вы можете заметить вот такой пластиковый хлыстик. И многие не знают, для чего он нужен. А нужен он для того, чтобы, когда вы уже повесили кронштейн к стене, вы просто продеваете этот хлыстик вот сюда, вот в этот пазик. И он способствует для того, чтобы обогреватель при отстегивании его от стены, он у вас не падал, он у вас висит в наклоненном положении. И вы можете за ним протереть пыль, грязь или что-то, если упало туда, смело достать. Стандартно серия Viking комплектуется термостатом NSU-1S. Это термостат ползункового типа, где вы, двигая ползунок влево-вправо, задаете температуру от 5 до 30 градусов. Но бывает в серии Viking без термостатов. Это нужно для того, чтобы вы могли купить панель без термостата, купить опционально более навороченный термостат, и уже сэкономить на не переплачивая за вот этот термостат. Для того, чтобы снять термостат, нужно взять плоскую отвертку, вставить в центре термостата и слегонца поддевать его до того, как он отщелкнется. После того, как он отщелкнулся, вы просто его вынимаете и можете смело снять, поменять на другой или заменить этот. Модель термостата указана здесь. Это термостат NSU-1S, базовый термостат конвектора Viking. Также мы видим основную нашу шкалу от 5 до 30 градусов. 5, 10, 15, 20, 25, 30. И между ними тоже вы можете выбирать примерную какую-то температуру. Вот в этом месте изображено то, что вы не можете сушить на этом обогревателе вещи, потому что он имеет защиту, он просто отключится и не будет греть. Вот так выглядит термостат с задней стороны. Для того, чтобы его вставить, вы снова вставляете вот здесь вот, вот этими кончиками в пазы и просто нажимаете на него до такого характерного звука. Все, он вставлен. И то, что вот здесь есть небольшой зазор, пусть вас не смущает, это никак не препятствует его работе. Также кнопка включения находится вот здесь сбоку. Все термостаты НОБА являются абсолютно беззвучными. И максимально точными. Замер происходит с нижней стороны конвектора. Воздух, проходя сквозь вот это место, замеряется термодатчиком и уже дает команду термостату включиться или выключиться. Поэтому для правильной работы обогревателя рекомендуемое расстояние от пола минимум 5 см. Если вы поставите его просто на пол, то обогреватель, скорее всего, не будет получать свежий, холодный воздух снизу. И нагрев текущий воздух, он просто перегреется и отключится. Теперь давайте откроем наш обогреватель и посмотрим, как он встроен внутри. Вот так выглядит панель обогревателя с внутренней стороны. Данное пятно является технологическим производством. Это не брак. Весь завод НОБА полностью автоматизирован. То есть обогреватель собирает практически полностью роботы. Штампует. Ну, то есть почти на 80% происходит сборка именно роботами. И это, возможно, такой какой-то захват, который робот делает перед покраской. Вот такое пятно оставляется. Качество металла у НОБА, как мы знаем, превосходное. Так как они за 100 лет научились делать его идеально. К РПСНОБА никогда не ржавеют. Ну, и если ржавеют, то если к ним относились, очень и очень плохо. А так они спокойно служат 30 лет и ничего им не бывает. То есть передняя панель – это полностью выштампованная деталь. Без каких-либо сварных элементов, кроме вот этих вот направляющих, которые приварены уже такой электросваркой, точной электросваркой. Это полностью целиковый элемент металла, загнутый, выштампованный, без сварных частей, кроме вот этих вот жалюзи и креплений, которые их держат. Но все сделано очень качественно, держится. Даже сама вот этот элемент, как вы видите, да, вот здесь вот он соединяется. То есть он не является, вот эта штука не является отдельной частью. Она просто здесь фиксируется для того, чтобы держать прорезь ровно. Здесь мы видим наш ТЭН и плату управления. ТЭН УНОБА является неповторимым. Он сделан из алюминия. Внутри засыпан чистейший кварцевый песок белоснежный. И вдоль него протянута нить накала, на которую подается напряжение вот здесь вот и вот здесь вот. ТЭН УНОБА – один из самых холодных ТЭНов в классе электрообогревателей. Имея такой длинный размер, он нагревается не до самых высоких температур, как другие обогреватели. За счет этого происходит более равномерный теплообмен. Также есть элемент, который тоже выполнен очень качественно и является залогом успеха хорошего обогревателя. Это вот такие крепления ТЭНа к корпусу. В отличие от многих отечественных обогревателей, вот эти элементы сделаны из такого пластика, который не портится даже спустя 20-30 лет. И он остается эластичным, и ТЭН никогда не упадет. Во многих российских, да не во многих, во всех российских обогревателей, вот эти держатели, выполненные из пластика, который рассыхается уже через пару лет, а может быть даже и раньше, в зависимости от его работы. В самой дальней части мы видим непосредственно плату управления обогревателями. Давайте посмотрим ее поближе. Вот так выглядит плата управления НОБА. И можно даже ее снять и показать, как она выглядит с основной стороны. Для этого мы сделаем небольшие манипуляции. Вот так просто выглядит плата управления НОБА. Кнопка включения и выключения. Биметаллический термодатчик, который отключает обогреватель в случае перегрева. Эта пластина при перегреве размыкает цепь и обогреватель полностью выключается. Термодатчик подцепляется вот к этим контактам. И в тандеме уже с платой управления они регулируют температуру. Температура замеряется вот этим вот электронным датчиком измерения температуры. Она находится в самом низу, вот под этой вот решеточкой. Также на этой плате можно обратить внимание на еще один регулятор температуры. Вот такой вот регулятор, с помощью которого регулируются температуры в более недорогих комплектациях обогревателя НОБА, о которых я расскажу в следующем видео. А теперь давайте включим наш обогреватель и я покажу вам тест на возгорание бумаги. Для этого мы его включаем, ставим максимальную температуру. Все, нагрев пошел. Ждем как ТЭН разогреется минут 10-15, подождем. Работает он сейчас на полной мощности. В чем плюс электрический обогреватель НОБА, конвектор НОБА? Тем, что они нагреваются моментально, буквально за несколько секунд. То есть в течение 10 секунд ТЭН максимально сильно нагревается и дальше работает на полную мощность. Но для чистоты эксперимента мы сделаем нагрев чуть дольше, чтобы максимально раскалилось все и сама панель и самооребрение было со всех сторон максимально горячее. Видите, пошел пар. Это обгорает техническая смазка ТЭНа. Не пугайтесь, когда вот такой момент происходит. Это говорит о том, что обогреватель новый и смазка еще не обгорела. Она обгорает буквально за несколько часов. Она практически не имеет какого-то едкого запаха. Она имеет специфический запах, но никак не едкий и вы им не отравитесь, ничего страшного нет. Пока у нас происходит, так скажем, обгорание ТЭНа, я скажу вам еще про корпус. Как мы видели, лицевую часть, она выполнена из цельного листа. Так и задняя часть обогревателя выполнена тоже из цельного листа. Тоже все это выдавливается прессом. Дальше на гибочном станке загибается и скрепляется здесь специальными инструментами, так скажем. То есть корпус НОБА собран из двух пластин. И все это делается роботами. Ручной сборки практически нет. Люди вставляют термостаты и может быть что-то еще. Когда были на заводе лет 15 назад, мы видели весь процесс и были очень удивлены, что люди практически ничего на заводе не делают. Так, мы видим, что уже практически обгорела техническая смазка и обогреватель в полной, так скажем, готовности. Теперь давайте вставим наш лист бумаги и посмотрим, что будет происходить с ним. Для этого мы вставляем его прямо в центр. Самая горячая часть это вот эта сердцевина. Вы можете, кстати, посмотреть все замеры по температуре в нашем видео, где мы делали замер со всех сторон, как внутри, так и снаружи панели. Переходите по ссылке в описании и там вы можете посмотреть полный тест с распилом самого ТЭНа и так далее. Здесь мы просто покажем, что они абсолютно безопасные. Бумага упирается прямо в сердцевину. Мы видим, как она темнеет. Я сейчас достану и вам покажу, если на камеру не видно. Но возгорания не происходит, потому что температура ТЭНа недостаточно для того, чтобы произошло возгорание бумаги. Как вы видите, бумага темнеет, но не горит. Вот что происходит с бумагой. Если вы посмотрите наш тест отечественных обогревателей, то вы увидите, как там бумага загорается. Здесь такого не происходит. Как вы увидели, обогреватель НОБА сделан очень просто. Не имеет в себе никаких сложных компонентов. В этом есть норвежская концепция, что все очень просто и при этом долговечно и максимально безопасно. Грубо говоря, ломаться в обогреватель НОБА просто нечему. А даже если это произойдет, то заменить любой компонент не составляет никакого труда. Так как гарантия на обогреватель НОБА составляет 10 лет. И меняются, они не чинятся, они меняются компонентами. Если вышел и строит ТЭН, меняется целиком ТЭН. Как вы видите, он легко снимается. Если сломалась плата, меняется целиком плата. Она тоже, как вы уже увидели, легко достается и меняется. Все. То есть ремонт идеально простой. Вам не нужно потом будет сомневаться, что починили что-то хорошо или плохо. Потому что меняется целиком деталь на новую. Многие спрашивают, есть ли защита от переворачивания. Потому что в отечественных обогревателе для этого служит отдельный элемент, который при наклонении издает такой, скажем, звук срабатывания защиты. А в обогревателях НОБА сделано все гораздо проще. Как я вам показывал, здесь стоит биметаллический размыкатель. То есть две пластинки, поэтому биметалл. И когда обогреватель просто падает, вы можете наблюдать это сейчас. Я сейчас вам продемонстрирую этот момент. Когда обогреватель вы накрываете или он у вас падает и прекращается выход тепла, вот тот биметаллический размыкатель, который находится здесь при перегреве, он просто размыкает цепь и обогреватель не работает. Давайте же посмотрим, как это работает в реальности. Мы сейчас погасим свет. Я просто его наклоню, уроню сюда на стол и посмотрим, когда он отключится. И эта защита одна из самых надежных. Она работает не по электронной схеме, а по механической, то есть законной физике. При нагреве эти пластины просто-напросто распрямляются и между ними образуется зазор и уже нет контакта. То есть, что бы ни случилось, включен обогреватель в розетку или не включен, он все равно сработает и обесточит обогреватель полностью. Давайте рассмотреть, как это происходит на практике. Ну что, уроняем наш обогреватель. Как мы видим, температура стоит 30 градусов, а лампочка горит оранжевым светом и ждем, когда сработает наша защита. Прошло небольшое количество времени и, как вы видите, датчик сработал. И давайте смотреть, когда же он снова включится. Для того, чтобы он снова включился, нужно просто панель поднять. Сейчас он остудится достаточно быстро и снова включится. И вот наш термостат снова включился и продолжил греть до 30 градусов. А теперь давайте я вам покажу, как это происходит по-настоящему. Сразу бы хотел вам показать, что у нас на столе после эксперимента все в порядке. Ничего нигде не сгорело. Все хорошо. Тент был прямо загнут сюда. И теперь давайте я продемонстрирую вам, как работает этот датчик. Для этого мы используем плату управления от НОБА. Вот этот датчик, который и отвечает за перегрев. Вот здесь. Ну что, давайте продемонстрирую, как срабатывает этот датчик. Для этого мы его постараемся опустить сюда поглубже. Вот этот стенд прям его вот так вот положим и посмотрим. Оп! Видите, он отщелкнулся. Теперь мы его достанем. Видите, в каком положении? Вот отщелкнутом. Сейчас он рвет полностью сеть, цепь. И сейчас, когда он остынет, он снова заведется. Видите, снова принял прежнее положение. У более длинных обогревателей этот датчик расположен как здесь, так и здесь. Стоит обогреватель достаточно дорого. Например, этот экземпляр с данным термостатом и на 1 кВт стоит чуть меньше 14 тысяч рублей. Да, это дорого. Но вы покупаете этот обогреватель один раз и на всю жизнь. Он работает у вас столько, сколько не проработает ни один другой обогреватель. Так как гарантия на него 10 лет, если мы разделим 10 лет, это 120 месяцев разделим на его стоимость, то мы получим, что обладание таким обогревателем стоит порядка 100 с небольшим рублей в месяц. А проработает он у вас не 10 лет, а гораздо дольше. 10 лет на него только гарантия. В случае, если для вас цена все-таки кажется очень большой, в нашем интернет-магазине вы можете оформить рассрочку на данный товар на 10 месяцев. Ну и по поводу самого обогревателя. Как я уже сказал, этот обогреватель покупается один раз на всю жизнь. Вы никогда не купите что-то, что-либо другое после него. Более того, у меня у самого стоит обогреватель Lenovo. И они еще не этого поколения, не следующего, а позапредыдущего поколения. Им уже порядка больше 10 лет. Ну и наверное лет 11. Они работают по сей день, все исправно, все хорошо. Ничего с ними не случилось. Я бы, конечно, может быть поменял их на Lenovo, но непонятно, что делать со старым. Вроде работает, менять незачем. Ну конечно же, у Lenovo есть и конкуренты. Такие бренды, как Noirot и Beha, являются прямыми конкурентами обогревателей Lenovo. И я бы сказал, в чем-то даже превосходящие их. И когда-нибудь мы обязательно сравним вот этих трех непосредственных лидеров. Lenovo, Noirot и Beha. Также многим сейчас актуально, задают часто вопросы, можно ли управлять этими обогревателями удаленно. Да, можно. У них специально существует специальная серия термостатов, которые меняются. Этот термостат меняется на управляемый и ставится специальный блок управления, который управляет такими термостатами. И поэтому, где бы вы ни находились, вы можете со своего приложения, которое работает идеально, управлять, где бы ни находился ваш обогреватель. Подробнее, как это работает, можете посмотреть вот в этом видео. Ссылочка здесь и в описании. На этом все, что я хотел вам рассказать про Novo серии Viking с термостатом NCO1S. Не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие интересные видео про другие серии обогревателей Novo и прочих обогревателей в целом. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok